Кандидат в президента Демократической партии Камала Харрис и её недавно избранный напарник на пост вице-президента губернатор Миннесоты Тим Уоллс впервые поучаствовали в предвыборном мероприятии в Филадельфии. Так начался их многодневный тур по так называемым «колеблющимся штатам», направленный на то, чтобы представить Уоллса на национальной сцене. В своём выступлении в университете Темпл Уоллс рассказал о том, что вырос в небольшом городке в штате Небраска и что 24 года служил в Национальной гвардии США. Также он работал учителем обществознания в старшей школе и футбольным тренером. Губернатором Миннесоты от Демократической партии он стал в 2018 году. Сейчас Уоллсу 60 лет. У него тесные связи с сельскими американскими избирателями, которые в последние годы широко голосовали за Трампа. Ранее Харрис вела переговоры с тремя потенциальными кандидатами на пост вице-президента в случае её победы в ноябре. Помимо Уоллса, это были губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и сенатор от Аризоны Марк Келли. «Мне нравится наш губернатор Джошуа Шапиро. Он замечательный, динамичный. Я очень рада, что он останется губернатором. Мне также нравится наш вице-президент. Он выглядит приземлённым и прогрессивным. Думаю, что он хорошо её дополняет». 59-летняя Харрис стала кандидатом в президента демократов после того, как в прошлом месяце 81-летний Джо Байден под давлением собственной партии вышел из гонки. С тех пор Камала Харрис собрала на свою предвыборную кампанию миллионы долларов. Между тем Уоллс продвигает прогрессивную повестку дня, которая включает бесплатные школьные обеды, цели по борьбе с изменением климата, налоговые льготы для среднего класса и расширенный оплачиваемый отпуск для работников. Штаб Дональда Трампа изображает Уоллса как либерала, чьи ценности далеки от большинства американцев.